Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, мы ездим в супермаркет и покупаем так много, как никогда. Если это видео вдруг станет популярным и будет просмотрено кем-нибудь из моих прекрасных зрителей спустя год после происходящих событий, хочу сказать, что мы сидим в карантине и мне приходится готовить много, как никогда. Сегодня я приглашаю вас к готовке печени по-венециански. Забегая вперед, могу сказать, что я человек, который является вегетарианцем, попробовал эту печень. Это было так вкусно, что я искренне рекомендую всем попробовать приготовить подобное блюдо. Оно очень и очень простое. Итак, я беру лук, который мне дали на рынке. Вам подойдет любой лук, который подходит для жарки. Другого в моменте, когда я покупала, не было. Соответственно, я взяла этот лук и мне сказали, что его белая часть, она вполне подходит для пассеровки непосредственно с маслом на сковороде. Итак, для этого рецепта нам понадобится в классическом исполнении только лук и только печень. Но мне также посоветовали на рынке добавить небольшое количество моркови. Ну, в общем-то, классическая зажарка, которая знакома многим-многим хозяйкам. Эта зажарка на самом деле улучшает вкус многих блюд. Даже если вы не любите лук, даже если ваши дети не любят лук, могу сказать, что лук можно обжарить таким образом, что он просто будет давать вкус, но не неприятное послевкусие. Поэтому я очень рекомендую вам использовать лук для готовки. В прошлый раз одна зрительница подсказала мне выкладывать на одну часть сковороды лук, а на другую морковь. Таким образом, лук и морковь будут прожариваться лучше. Сегодня этот лайфхак я пробую. И хочу сказать, что он действительно работает. Мы все знаем, что когда мы перемешиваем лук и морковь, лук поджаривается быстрее, а морковь как будто бы сваривается. Действительно, если разложить их на обе части сковороды, я не знаю, как это работает. Вроде бы одна и та же сковорода, одна и та же поверхность, а также сила нагревания. Но тем не менее, обжарить и прожарить гораздо легче. Таким образом, я пассирую свои овощи, точнее лук и морковь. И у меня здесь 238 грамм печени. Сразу могу сказать, что 238 грамм продукта сырого. Вам понадобится любая печень. У меня была печень, точнее, я купила печень кролика. Вам понадобится на одну порцию только 200, примерно чуть больше грамм исходного продукта. Когда он ужарится, он станет гораздо-гораздо меньше в своем объеме. Признаюсь, мне пришлось пропустить часть нарезки, потому что у меня разрядился телефон, и у меня потом переполнилась память. А чтобы не останавливать готовку, я решила ее продолжить. Я, в общем-то, хаотично порезала печень. И мне посоветовали порезать ее дольками, но я первый раз имела дело с печенью. Кстати, да, это рецепт, который я сегодня первый раз опробовала, хотя много о нем слышала. Возможно, когда-то даже пробовала в ресторане. И могу сказать, что мне не удалось нарезать полосочками печень. Я первый раз держала печень в руках, но я нарезала хаотичными кубиками, и все получилось достаточно хорошо. Я могу сказать, что мои дети очень любят горошек, замороженный горошек. Как вы видите, муж привез его из супермаркета, он даже не успел разморозиться. Очень легко и быстро готовится, и мои старшие дети очень любят как гарнир. Прекрасная альтернатива рису, прекрасная альтернатива гречневой крупе. Вот такой замороженный горошек. Его нужно оставить, возможно, на ночь, чтобы он разморозился. И потом вы можете приготовить его в кастрюле, не добавляя даже масла. И вы можете приготовить его, как я на сковороде, используя по максимуму электроэнергию. Здесь в Европе нам приходится экономить, в особенности в свете последних событий, я рассказывала. Я выкладываю горошек на одну часть, и печень потеряла в своем объеме. Я продолжаю жарить печень на другой части сковороды. Делаю это примерно 5 минут, потом накрываю крышкой. Печень жарится очень и очень быстро. Имейте это в виду, это очень быстрое блюдо. Примерно через 7 минут блюдо готово. Что горошек, что печень непосредственно. Я открываю, мешаю, и хочу сказать, что печень, конечно, вкусненькая, когда она поджарилась. Вот таким образом, если вы дали ей возможность именно покрыться корочкой. И это блюдо, которое я не солила, потому что я не люблю соль. Я привыкла есть без соли, моя семья также. Но я подозреваю, что если вы добавите соль, это блюдо будет еще вкуснее. В общем-то, я выключаю плиту и жду своих к обеду. Но в это время я делаю так называемую ленивую пиццу. Этот рецепт я узнала недавно. Я узнала его в городе Басано-дель-Грапа. Я делала видео, влоги из этого города. Вот буквально зимой многие помнят, наверное. И мы однажды не могли вообще никуда сесть и зашли в какую-то таверню. Обычно мы в такие места даже не заходим. Но там оказалось потрясающей простоты и вкусноты блюда. Для этого блюда вам понадобится хлеб. Сразу хочу сказать, что у нас с хлебом сейчас некие сложности. Мы покупаем то, что остается, то, что имеется. Многие пекарни сейчас закрыты. И вот конкретно этот хлеб, по нему видно, он слишком мягкий. И он пористый. Внутри он не подходит. Ну, в общем-то, брускетта это не что иное, как поджаренный, пропеченный хлеб непосредственно в духовке. Я нарезаю достаточное количество вот таких небольших ломтиков. Именно такого количества и такого размера ломтики были монопорциями в той таверне, куда мы зашли перекусить. В итоге остались даже пообедать. То есть классическая брускетта в том исполнении, когда я ее первый раз попробовала, увидела. Она выглядела примерно так, как у меня и получится. Но сейчас вы увидите, я за нехваткой такого хлеба, который режу, добавила другой хлеб, который у нас уже был. На самом деле наша семья, небольшой едок хлеба, хлеб у нас бывает редко. Исключение составляет вот такие дни, когда, ну, действительно, мы все дома и нужно, ну, хоть что-то, что-то готовить. Выкладываю хлеб плотно-плотно друг к другу и дорезаю из того, что осталось у нас нескольких дней назад. Для того, чтобы, что называется, приготовить много и одним разом. Вот эта булка, которую мне даже неловко показывать, потому что, ну, повторюсь, мы такой хлеб не покупаем. Это замороженный хлеб, который разогревается в супермаркете непосредственно. Но этот хлеб подошел лучше для того, что я делаю. Вот такой толщины должны быть кусочки. Хлеба не должно быть очень много. Что я делаю потом? Потом я беру три вида сыра. В данном случае это будет горгонзола. И такова она была именно по рецептуре горгонзола. Также я возьму сыр азиагу. Это на самом деле сыр не очень твердый. Подойдет любой сыр, возможно, даже голландский. Прямо-таки вы увидите обычный светлый сыр. И также пармезан. Но здесь, опять же, может подойти любой твердый сыр. Трудно мне на эти кусочки намазать сыр горгонзолу. То есть мягкий сыр вы можете взять с очень выраженным вкусом. И это происходит потому, что хлеб, повторюсь, не подходит в данном случае, в данном видео. Хлеб должен быть такой, который очень легко засушить в тостере. Но немного усилий в итоге у меня получается. Сверху я выкладываю сыр средней мягкости. То есть здесь получается три сыра. За счет этого, возможно, блюдо такое вкусное. Мягкий сыр горгонзола, сыр средней твердости и твердый сыр пармезан. Эту ленивую пиццу, но на самом деле это не что иное, как итальянская обруска. Это я буду выпекать в духовке на гриле. То есть я поставлю очень близко в верхнюю часть духовки, где у меня имеется гриль. И поставлю духовку на 170 градусов. Внимание! Подобные брускетты запекаются очень быстро. Включите и не отходите от духовки, потому что однажды у меня все сгорело. Выпекается примерно за 5-7 минут. Сыр плавится очень быстро. Хлеб подрумянивается также очень-очень быстро. Ну и последний, но необязательный шаг в подобной рецептуре, потому что я, например, всегда убираю ветчину, а дети ее тоже не всегда едят. Это выложить вот таким образом ветчину. В идеале, конечно, выложить на каждый кусочек, но что-то мне уже стало лень. И в итоге получилось вот такое блюдо, потому что ветчина сама по себе запекаясь уменьшается в размерах. Поэтому, идя по принципу наименьшего сопротивления и неусложнения жизни самой себе, вы можете просто разложить ветчину поверх и увидите, что все у вас было как будто бы так и задумано. После обеда дети достаточно дружно и спокойно играют. На самом деле у нас самое сложное время это утро, потому что мы все очень рано просыпаемся. И к 9 часам утра нам уже кажется, что прям-таки какой-нибудь полдень наступил. Сейчас в нашем доме это время домиков. Домики строятся везде. В принципе, я не против, потому что я понимаю, что детям очень сложно самим себя занять. Если им это удается сделать посредством вот такой нехитрой игры, почему бы нет? У нас стало достаточно холодно, поэтому мы не выходим на террасы. Из новостей в моей хозяйской жизни сейчас то, что я стала пользоваться посудомойкой, потому что у нас засоряется слив, а посудомойка является хорошей профилактикой, потому что спускает, по всей видимости, очень-очень горячую воду. Скоро я выпущу видео о том, как ненужным кремом, чем дороже, тем лучше, шучу, любым ненужным кремом, можно почистить очень хорошо сантехнику, удалить накипь. Обязательно не пропустите это видео, оно будет для многих повторением, но будет также мое новое открытие для стекол. Я обнаружила очень легкий способ протирать стекла, чтобы они были чистые, продезинфицированные, но и также без единого развода. Всем желаю нескучного и продуктивного карантина. Конечно же, самое главное, чтобы все мы и те, кого мы любим, оставались живы и здоровы. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Данечка, что у тебя там? Лабиринт. Лабиринт. Я прям играю. Получается сделать? Нет, я просто помываю дико.